Доброе утро! В эфире новости в студии Анны Маскаленко. Давайте начнем выпуск. Семья из Бийска предотвратила мошеннические действия. Об этом сообщают в региональном управлении МВД. Подросток оставил на портале по поиску работы резюме. Хотел устроиться курьером. Работодатель нашелся сразу же. Уже на следующий день мальчику написали адрес, куда необходимо подъехать за посылкой. Помочь с первым заказом вызвалась мама. Довезла по нужному адресу и подождала, пока сын заберет посылку у таксиста. Как только ребенок забрал пакет, ему позвонили и попросили найти внутри конверт с деньгами. Звонили и говорят, мы сейчас бросим карту. На эту карту эти деньги нужно перевезти. А пакет оставьте. Может, себе оставьте. Ну, тут уже все стало понятно, что это что-то нечистое. Сын говорит, зачем мне эти заморочки. Я никуда ничего переводить не буду. Либо я вам, давайте, вы забирайте этот пакет, что хотите делать, либо я иду в полицию. Так и поступили. Сразу обратились в отдел полиции Восточный города Бийска. Там узнали, что деньги похищены. Полицейские рассказали, что накануне в советском районе 58-летняя женщина стала жертвой мошенников, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Она и передала таксисту 100 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности потенциальных мошенников. Денежные средства возвращены потерпевшей. И к другим темам. В Крутихинском районе капитально ремонтируют крышу ЦРБ. Работы ведут по нацпроекту здравоохранения. Уже разобрали покрытие старой кровли и заменили обрешетку. После будут делать косметический ремонт в помещениях, пояснила главный врач Мария Хребтова. Сейчас деревянные конструкции кровли обрабатывают огнебиозащитным составом. Это обязательное условие. Предстоит заменить козырьки на входных и подвальных группах. Все работы закончат к концу лета. Еще один центр традиционной культуры может появиться в Алтайском крае. Информация опубликована на сайте Минкультуры региона. Конкурсный отбор уже объявили. Центр может открыться на базе одного из муниципальных музеев. Сегодня в регионе по программе развития культуры Алтайского края созданы 17 таких центров. Они работают на территории культурно-досуговых учреждений, музеев, детских музыкальных школ и школ искусств. Учреждению победителю конкурса выделят 150 тысяч рублей для приобретения расходных материалов, сценических костюмов и мультимедийной техники. Срок подачи заявок с 4 сентября по 4 октября этого года. Юные рубцовчане стали призерами летней олимпиадной школы фонда Андрея Мельниченко. Об этом сообщает газета «Местное время». В школе приняли участие воспитанники рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества, наследники Ползунова. Участники школы проходили олимпиадную подготовку по химии, физике и математике. Они прослушали более 70 занятий под руководством наставников, решали задачи высокого уровня сложности и применяли полученные знания на практике. Для школьников-химиков устроили выездные практикумы в лаборатории химического факультета и университетской гимназии МГУ. Призерами заключительной олимпиады стали рубцовчане Александра Соловьенко, 7 класс, химия, Сергей Соловьев, 8 класс, математика, и Злата Шуляк, 9 класс, математика. У меня на этом все. Спасибо вам, что были с нами. Я желаю вам хорошего дня.